Мы с вами начинаем нашу третью встречу, и сегодня у нас в гостях замечательный московский архитектор Александр Медведевич Ларин, заслуженный архитектор СССР. И сегодня мы узнаем о его творчестве, о тех постройках, которые создавались в нашем с вами городе, о конкурсах, которые тоже проходили. И я рад представить нашего сегодняшнего гостя Александра Дмитриевича. Первый вопрос, Александр Медведевич, расскажите о своем детстве, о своих родителях. — Как, собственно, кто были ваши родители? — Понятно, понятно. Если копать, то, наверное, до деда. Если вы были в Гороховце, то, наверное, знаете, есть там дом Ларина. Это дед мой. Занимался он колониальной торговлей, колониальными товарами, вернее, и был совладельцем судостроительного завода. И вот первое, значит, архитектурное действие нашей семьи была вот эта постройка этого дома, двухэтажного, кирпичного. На главной площади Гороховца. Затем мой отец, который закончил гимназию в Нижнем. Его там замечательно научили рисовать и писать маслом. Оттуда несколько художников вышло хорошим. Он меня учил рисовать в детстве. — А как вы связали себя с архитектурой? И почему, собственно, вы выбрали архитектуру? Я знаю, что у вас очень интересная история есть, которую вы рассказывали при нашей беседе. Но я хотел быть или геологом, или археологом. Меня интересовала жизнь в палатках, на природе. И тоже благодаря отцу, который был у меня геодезистом. Я отснял, как руководитель геодезистской партии, всю Печору. И замечательно его рассказывают. Они разбудили во мне вот такое желание жить с природой вместе. Я хотел быть или геологом, или археологом. Но потом, однажды, уже в девятом классе, я болел чего-то, у меня, по-моему, воспаление легкое даже было. И жил я в это время у своего дяди, так как у меня дома ремонт был. И мне там приснился сон. Я увидел во сне вход на стадион. Висит надо мной, висят надо мной трибуны. Ярко высвеченные под ними. Ни опор, ничего нет. Он висит, вот эта вот тарелка. С местами. И великолепное, совершенно ярко освещенное солнцем поле. Вот такой приснился образ пространства, которое меня туда затягивало. И после этого я стал интересоваться архитектурой. Выяснил, что можно поступить на курсы подготовительные по рисунку в мархи. И поступил туда, подготовился нормально. И потом сдал экзамены сюда, поступил в институт. Экзамены сдал на отлично. У меня были все пятерки, одна четверка только. Так что перебрал очков, все было нормально. Насколько я знаю, у вас были совершенно замечательные дипломные руководители. Архитектор Лебедев и Белопольский. Напомню, что мы уже были в то время довольно известными зодчими. Архитектор Белопольский за свой творческий период создал здание цирка на Воробьевых горах, на проспекте Вернадского. И по его проекту реализовывалась застройка Юго-Запада. Архитектор Лебедев очень много работал на востоке Москвы и района Новогиреева. Им созданы, и это были замечательные зодчи, и они были у вас дипломные руководители. Как вы... Не только дипломные, это все началось на четвертом курсе. После постановления, значит... После того, как разгромили сталинскую архитектуру, всех там разогнали, то поменялись все руководители здесь у нас в институте. И слились, кто-то ушел со всем. И все группы перемешались. И появились новые руководители. И вот в первой группе, в которой я учился, и были, сошлись вместе и Лебедев, и Белопольский, и Новикова. Вот и насколько я знаю, ваша как раз первая такая тоже была работа, это вместе с молодежью участвовать в проекте «Зеленограда». Ну, это был диплом. В это время Рожан делал. Уже рабочком по Крюково, как тогда «Зеленоград» назывался. И в институте взяли такой диплом. Мы с удовольствием взялись за эту работу. Консультировались не только в институте, но и с Рожаном. А вот такая тоже у вас история произошла в вашей биографии. Это попадание в участие проекта Кремлевского дворца съезда. Как вы туда попали и, собственно, почему? Ну, тогда было распределение на работу. И был запрос. На меня был запрос от Лебедева. Моцпроект один. Хотя в то время не было еще Моцпроекта один и второй. Был просто Моцпроект. И туда меня Лебедева, значит, пригласил в мастерскую вторую. Где он в это время работал главным архитектором проекта. Когда я пришел после окончания института на работу, распределяться туда в мастпроект, мне сказали, что всех направляют в Кремль. Все. Будете проектировать дворец съездов. Сейчас все, кто приходит, всех туда. Так что моя работа первая, это был дворец съездов в группе Ашот Ашотича Мадаянца. Занимались мы группой. Это была группа фасадов. И каждое утро я ходил на работу в Кремль. Это замечательное совершенно место, замечательное школы. У нас был пропуск, мы ходили по Кремлю свободно практически. За исключением нескольких небольших зон, куда никого не пускали. Так что это была замечательная школа. А вот у вас была такая интересная история, тоже с Кремлем, связанная с приездом ЗИСа 110-го. Сколько я читал, тоже. Расскажите, пожалуйста. Ну, это уже было. Несколько позже. Примерно на полгода. Однажды сидели мы в маленьком домике, рядом с аркой зимнего сада. И когда мы туда пришли, в нашей комнате небольшая была комната. На камине стояла дощечка, на которой было написано, что в 1918 году в этой комнате жил Владимир Ильич Ленин. Соседняя комната, в которой был кабинет Пасохина, стояла табличка здесь, в 1918 году, жил Сержинский. Значит, мы сидели в таком домике замечательном. И меня что-то заинтересовало. Надо было мне поговорить с Гозаком. Он работал на противоположной стороне коридора. Там был дом тяжелый. По-моему, Каганович. Я к нему туда пришел. Мы стояли у окна, разговаривали. Подъехал внизу у нас ЗИС-110. Из него, я не знаю, человек 10, это уж как минимум, человек 10-15 охранников выскочило. вылезло изо всех дверей. Распределитесь. Кто-то в арку на противоположную сторону улицы, кто-то в другую арку. Кто-то поднялся к нам на этаж и слышал, значит, разговор никому не выходить, сидеть по местам. И следом за этим подъезжает вторая машина, из нее выходит Хрущев. Это такая охрана в закрытом охраняемом Кремле. Он прошел, значит, Хрущев провели к Пасохину в кабинет. И мне удалось, я говорю, я работаю напротив, можно я пройду туда? Значит, разрешил мне охранник, я перешел в нашу комнату. Мы, значит, сидели там, чертили фасады очередные. Ашота, Шамтаянцы, мучается. На эту встречу не позвали никого. Был Пасохин и Хрущев. И человек, который вел протокол. Остальных авторов вообще напрочь не призвали. И Ашот Ашот Ашоте говорит, ребята, извините меня, ради Бога, мне очень интересно. И он залез во встроенный шкаф, который отделял нашу комнату от соседней Пасохинской, там была тонкая перегородочка фанерная, и пройнул к ней ухом. И там сидел Ашот Ашот Ашоте Мдаянцы и слушал, как Хрущев сказал, что давайте-ка сделаем здесь банкетный зал. Это вот наверху, да, собственно, где сейчас. И то, что мы боролись все время в группе фасадов везде, сделать как можно ниже дворец съезда, садить его для того, чтобы не сокрыть самый красивый вид на Кремль, на симфонию у куполов 12 апостолов. Замечательный был вид от библиотеки Ленина туда. Посохин, чего изволите, всегда исполнял это дело и появился кошмарный наверху объемчик и закрыл самый красивый вид в Кремле. То есть, как я понимаю, все равно так или иначе вы пытались строить это здание, ну, можно сказать, минимально, да, испортив по возможности вот ту среду, которая там сложилась в Кремле. Мы хотели как можно меньше испортить, но не вышло. кстати, насчет фасадов и работы всей. Что? Вот фасад с этими пилонами, вот тот, который построен, придумал Борис Оськин. Он его придумал, он его вычеркнул, он его подал, он был принят. Он, естественно, не автор, ничего там, никто. Авторы назначены, все они перечислены, все они лауреаты Ленинской премии за это, за эту постройку, но отнюдь не они это делали. А как, собственно, дальнейшая ваша судьба складывалась у самого Пасохина, и как вы попали уже обратно к своему, можно сказать, руководителю учителю Лебедеву. Да, ну, забавная история. Пришла комиссия смотреть, как идет работа во главе с председателем госстроя, сейчас не помню, кто в это время был. Они пришли в нашу комнату, где мы сидели, делали фасады, в группу фасадов. И председатель госстроя говорит, что же вы как медленно работаете, задерживаете всех. Я возьму, скажу, я, мы делаем любой вариант, доводим до цветной перспективы размером метр на два метра. И все это раскрашиваем, делаем жилопись, показухой занимаемся. и после того, когда я ушел обедать, вдруг появился Пасохин, как мне рассказывают ребята, он здесь сказал, где этот красномордый, который на меня заложил. вот, значит, меня через некоторое время, примерно через месяц, увели из Кремля, Пасохин меня послал к себе в мастерскую и там вместе с Поповым занимался домом для Эйзенхауэра, для встречи Эйзенхауэра он должен был прилететь с бассейном, с раздвижными стенами, с раздвижной, кровлей, стеклянгом. На юге наши страны. В Пицунде. Пицунде. Ну вот, то же самое как бы все придумал и вычертил, и сделал с Поповым мы. Но не авторы. Вот такое было отношение. Я к Пасохину все время ходил, говорил, извините, ради Бога, но меня Лебедев пригласил к себе, почему я у вас работаю, пустите меня. Ноль внимания. И однажды на лестнице я его догнал, говорю, Михаил Васильевич, ну все-таки как насчет моего перевода? Лада говорит, давай заявление, тут Лебедев приходил, ныл. И я перешел к Лебедеву. Лебедев в это время получил мастерскую. Собственно, с этого начинается уже такой ваш плодотворной работы. Начинается настоящая работа, серьезная, творческая и с авторством, естественно. Сначала это были градостроительные работы, это весь район Перова, район Гиреева, а потом следующий объект появился хореографическое училище. Самая такая раннемодернистская работа, которая появилась в районе Комсомольского проспекта, это хореографическое училище, макет, здание среди уже сформированной застройки, которая формировалась во второй половине 50-х годов. Автор Белопольский. Автор как раз был Белопольский и здесь по-моему еще Енистам принимал участие. мастерская была верна. И такая довольно интересная и ранее модернистская работа. Расскажите, как шло проектирование этого здания. Насколько я знаю, здесь был период, когда министром культуры СССР была Фурцева и в ее период пришлось проектировать этого сооружения. Совершенно верно. Искали сначала участок, где разместить. Сюда должны были приезжать со всей Москвы люди, талантливые ребята. На метро, метро спортивное можно было дойти. из метро Фруинский проспект. И вот это место оказалось наиболее близкое к центру и связанное метро непосредственно с Большим театром. Ребята отсюда выступали в Большом театре. И Екатерина Севна предложила вот этот участок. Там сделаешь несколько вариантов. уже до этого. строился музей геологии. вот в этом месте будет там где театр. Вот где театральная коробка над этим квадратным объемом. Там мы использовали фундаменты того что там было построено частично. Как вам удалось в такое достаточно тоже сложное время сделать такое хорошее модернистское здание когда собственно уже началась экономия материалов. И насколько я знаю как раз именно с экономией сокращение бюджета строительства тоже было связано то есть вашей деятельности даже вы немного и пострадали насколько я знаю и были близки к судебному делу и разбирательству. Однако в области балета мы впереди в планеты всей были и поэтому здесь пошли нам навстречу и позволили сделать здание естественным камнем облицовать бодракским известняком вот так что дубовые витражи с металлической основой. А что была за забавная история насколько я знаю связанная с колоннами и вот фурцевой что ей не понравилось и как она отнеслась к своему проекту? Ну она меня критиковала и я возражал да это даже не суть важная можно было с человеком нормально разговаривать она очень и очень помогала пробивание многих вещей на заводах и обеспечила нас замечательным посадочным материалом тут замечательные совершенно деревья были посажены которые фурцево просила дать нам из ботанического сада всесоюзного но ведь здание достаточно долго строилось с чем это было связано ну попали в кубинский кризис прекратилось строительство здание было дорогое весьма здесь где-то 69 тысяч рублей квадратный метр а когда ударил кубинский кризис фурцево сказал чтобы кубометр не дороже 45 тысяч что хотите делайте ну вот так как вам удалось ну как провязал наврал в то время делались сметы по аналогам основной показатель квадратные метры площади и кубатуры кубатуры я оставил а квадратные метры изменил уменьшив их и потом когда-когда это пошло дальше строительство и оказалось что денег просят опять больше назначили сюда появилась комиссия из стройбанка союза нашли где не сходятся цифры со старым и подали на меня в суд ну спасибо Екатерине Алексеевне она защитила сказала все правду что это она потребовала от нас сделать вот с махинацией выступить тем не менее получилось довольно органичное и очень современное здание которое достаточно качественно несмотря на такое службы были очень в приличные строители в то время в Москве было очень тяжело со строительством плохое качество а здесь работал 20 управление 4 треста главмост строя это 4 трест который строил посольство принимал участие в строительстве дворца съезда еще был наиболее сильный строитель поэтому и получилось неплохо а вот еще один тоже конкурсный проект которым вы участвовали это выставка международная в которой СССР должен был принять участие подавал заявку она не состоялась по очень разным причинам политическим но вы выполнили вместе со своими коллегами проект выставки в чем он заключался в чем была концепция такого радиального расположения насколько я понимаю это было на юго-западе у кольцевой автодороги совершенно верно в то время что было замечательно трудно было и проектировать и строить и платили мало но было колоссальное количество конкурсов и на все объекты которые строились почти почти на все проводились конкурсы проводились конкурсы на типовые проекты те которые должны были стать потом типовыми или вот так на идею я принимал участие во многих во многих конкурсах и получал в основном вторые премии но это позволяло хоть и нормально питаться и жить практически конкурсов не пропускал а это вот был заказной конкурс на всемирную выставку в Москве у нас была создана прямо с проекта молодежная команда в которую входили Мирсон Довиденко Мухаммедханов Коновалов и я вот такая команда села работать и мы заняли получили второе место первое Белопольский с ребятами с которыми я вместе учился я так понимаю где-то район теплого станка должен был быть да подальше немножко зачем проект там несколько вариантов это вот был вариант исполненный мной причем это здесь что интересно это подача всего этого дела это на доске полтора на полтора метра рисунок свечой свечкой потом залито все черной тушью а почему так интересна была подача экспериментировали старались выпендриться так что это ручной рисунок свечой сначала естественно там тоненько карандаш свечой промахнутся свечу не видно вот еще тоже один проект наверное ваш ключевой зрителям было видно это ваше участие в проектировании центра помпиду в париже насколько я знаю советские архитекторы участвовали в этом конкурсе вместе с ними участвовали вы если ошибаюсь 36 проекта было подано нет 36 проектов было вообще на премию были отобраны 36 проектов вот расскажите о вашем участии в этом конкурсе и собственно как вы были выдвинуты на премию ваш проект на премию на премию выдвигали уже французы которые международные жюри а как вот сам замысел сам замысел проект покажу да вот макет застройки города идея была такой ленты мебиуса бесконечной где можно было ходить внутри дома и по поверхности по наружной где была наружная экспозиция это была такая лента я придумал основной я ее как придумал а потом вот этот низ на который она села замечательно совершенно самым внизу потому что никак у меня не получалось вот Ирка сначала Чавов придумал да и все состоялось все пошло замечательно мебис ваш мебис да мебис мой а потом это значит ну отослали все после завершения курса туда поездка в париж должны были в париж ехать лебедев и я но меня Пасохин вычеркнул собственной рукой это видимо после того случая который произошел еще при работе с ним да наверное лебедев потом когда вернулся оттуда нам рассказывал шоу не нашел нашел проекта на выставке спросил где собственно может быть проект говорит мы же еще с вами не видели премированный проект они висят отдельно значит 36 проектов которые выдвинуты на премию и в том числе премьированный проект но премию мы не получили но в 36 пробились гигантском совершенно конкурсе замечательно у нас Паладонов получил поощрительную премию и вот второй проект из Советского Союза это был наш который был отобран в 36 лучше здесь вот у вас очень тоже интересное есть решение которое разрез проекта это ступенчатое и насколько я понимаю вы его же использовали в своем другом уже московском проекте который должен был появиться на заставе лича расскажите об этом здании которое не было к сожалению реализовано здание было сделано до рабочей все рабочий проект был сделан был огорожен участок отелена произведен снос все шло к олимпиане это участок который сейчас занимает строительство высотного большого объема в самом самом начале шоссе энтузиастов около нынешней станции метро площади леча такой клинообразный участок сейчас там возводится высотное здание ну вот отсюда начинается шоссе энтузиастов выходит туда поэтому дом растянут в том направлении динамика такая а напротив него вот здесь как раз стоял памятник Владимиру Ильичу Ленину для того чтобы дать ему солнце не загораживать солнце была принята и пришла идея сделать ступенчатое такое здание насколько я знаю там еще была у вас интересная идея именно посещение самого сооружения ну здесь там куча всяких помещений здесь не художественной промышленности правая часть мастерские мастерские зал там куб такой на углу это зал на 300 или 400 я сейчас не помню и вот это и проход с главной площади в музей вот наверху вот это накрытость с верхним стеклом с северной ориентацией вот это ступенчатый музей который который рассекается как раз посередине пандусом можно было вот по этому пандусу подняться и быстро все посмотреть и потом уехать оттуда на лифт а можно было ходить по этим перпендикулярным направлением и посмотреть детально все уже у вас проект с 70-х годов передали 5 а почему не был реализован глав мосстрой подал список объектов которые он не успевает сделать к олимпиаде и вот туда попал вот этот объект и второй который мы делали с Евгением Асом это ресторан на берегу пруда из-за того что собственно началась уже не успевал глав мосстрой и эти объекты убрали еще раз так они не появились собственно да это здание которое должно было появиться на заставе леча и тоже интересный период вашего творчества сейчас расскажу зрителям в районе Перова Новогиреево район который начал формироваться еще в начале 20-го столетия с постройкой такого почти идеального города сада но впоследствии продолжал еще сохранять именно облик такого достаточно комфортного малоэтажного жилья с очень четкой сеткой улиц с прямоугольными кварталами но в конце 50-х годов началась реконструкция этого района путем застройки и сноса старой исторической среды и тех самых малоэтажных зданий которые там стояли и постройкой абсолютно типовых серий до чего сложился довольно неоднородный ансамбль из типовых зданий достаточно разродненная застройка несмотря на такую четкую планировочную структуру и собственно в это время начинается уже типовое строительство серийных зданий создаются серийные дома и вы сумели в Перово Новогиреево я ходил по этим районам по этим кварталам создать именно по таким типовым зданиям довольно не типовые и интересные пристройки из кирпича насколько я понимаю это был наверное просто единственный в тот момент возможность создать что-то не типовое в данном районе совершенно верно так оно и было это вот здание мострансагентства на шоссе энтузиастов около 2 и 3 Владимирской улицы ну там три стоят библиотека детская библиотека да мы сейчас тоже к ней пойду детский садик детский сад это Новогиреево тоже очень интересная постройка которую я так понимаю возможно было сделать из-за того что был не габаритный участок куда невозможно было вставить типовую типовой туда не вылезал и вот было решение построить здесь два таких домика и идея была такая что сделать этот дом таким же как вокруг него дома чтобы он не выделялся как-то вот но был частично такой же как среда окружающая поэтому эти домики как блочные девятиэтажные дома похоже а вот почему такая интересная рассветка только покрашена не по-другому жёлто-голубая а жёлто-голубая так многие детские сады красили в Москве и у меня перед окном где я жил два детских сада один жёлтый другой голубой вот я вот так это и сделал и вот тоже ваш же вот проект который находится тоже наш с энтузиастов интересный и довольно необычный это здание детской библиотеки да детская библиотека здесь такое бестеневое пространство с верхним светом отсюда и нижним светом с перпендикулярного направления вот она очень близка к с верхним с верхним светом над вот этим пониженной частью ну вы скорее по архитектуре по решению руководствовались и творчество мы брали за основу творчество по архитектуре это очень похоже решение ну здесь люблю этого архитектора замечательный совершенно но здесь не очень его влияние только видимо в открытом кирпиче это очень тоже интересно да у вас и интерьеры в открытом кирпиче решены насколько я знаю вы еще как и замечательный художник занимались и оформлением некоторых деталей интерьера насколько я знаю дверей ну прошли жуткие совершенно двери все погнутые облицованные фанерой красной белой масляной краской пытался их заменить пытался как-то сказать давайте сделаем хорошие двери афанерованные хотя бы ни в какую не удалось но пришлось взять и расписать эти двери большими буквами размер двери дверь А дверь Б и так далее вот эти все двери со всякими еще дополнительными рисунками но здесь тоже не все сделано если вы видите вот там торчат пластинки такие металлические на кирпичной стене вот две пластиночки там должны были быть скульптурные портреты писателей пытались договориться с кем-то из скульпторов но денег не давали заказчики никаких на это дело так что осталось просто на будущее может кто-нибудь сделает вот еще тоже самое наверное ваша интересная работа из вот таких пристроек это аптека почему собственно вы работая именно в восточной части города вдруг переноситесь в Орехово-Борисово и вот вместе с Евгением Асом создаете вот такое интересное здание и собственно как пришла вот идея создать такую эффектную аптеку пристройку к абсолютно типовому зданию сейчас покажу следующую фотографию как мы видим да серийные идут проекты и вот с левой стороны можно увидеть из блоков составлены там торговые помещения в принципе и к этому зданию могло быть пристроено абсолютно такое безликое сооружение как вот так получилось что с востока переместились на юг города в то время в то время в 11-й мастерской шло огромное количество проектов они просто не успевали справиться с работой и нам перекинули часть объектов на привязку и проектирование в том числе значит несколько домов такие 12-ти этажных по-моему или 9-ти это 12-ти этаж корпус который примыкает вот которые пристроены должны были быть аптека и приемный пункт химчистки прачечной с другой стороны ну и такая идея все равно крест будет здесь все равно будет обозначение аптеки такая знаковая архитектура ну пришло в голову что взять и сделать большой крест а как на это здесь здесь красное там два два фасада два прямоугольника как висящие на вешалке белье белое и зеленое вот а как собственно этот проект утвердили и какая была реакция нормально утвердили что там особенно у вас никто собственно это интересно тоже и решение сделано именно входной группы вход через боковину креста и дальше само отделение ну наверное это было достаточно на тот момент действительно эффектный построй к сожалению сейчас облик этого здания несколько искажен вот не так смотрится как раньше но кроме того еще само здание тогда стояло на более открытой площадке сейчас конечно уже все заросло были ли какие-то трудности при возведении этого здания поскольку здесь все-таки требовалась шпукатурка и никакие трудности не было все было все не очень качественно но мысль донесена да действительно очень эффектно и производила впечатление в то время особенно да сравнивая с той постройки которая с левой стороны видна из панели с осколами и там еще идет строительство пока закрашены стекла по сравнению с теми типовыми пристройками но еще в таком огромном совершенно районе который в то время застраивался серийными зданиями получается действительно появляется такое эффектное и в то время значит вот были связь интеллигенции российской московской архитекторы отчитывались иногда перед учеными предположим вот была такая встреча с учеными в доме ученых в москве где союз архитекторов показывал объекты москвы новые которые строятся в том числе была вот эта вот такая фотография когда появилась на самом сказке ооо и раздались аплодисменты это было очень приятно действительно очень эффектное сооружение ну и ваши тоже крупные работа участие это вот район Новогиреево вместе с Лебедевым и собственно создание крупных районов на востоке Москвы участие крупных да причем это вот предложение еще по продолжению этой работы которое было предложено дополнить эти другими зданиями которые были разработаны в той же технологии что и вот эти длинные дома это как раз ваш тоже это это тоже конкурсная работа и тоже ваши же конкурсные проекты застройки различных площадей и площади заставы я зрителям напомню это Таганская площадь как раз вот внизу мост но чисто формальная работа которая мне по правде говоря не нравится потому что здесь нельзя так относиться к памятнику архитектуры я в то время относился тогда несколько иные взгляды ценности и здесь вы хотели тоже создать такой в центре очень интересную зону круглого пространства общественного вот здание наверху культовая постройка в самом правом углу наверху это церковь Мартина Исповедника Большой Коммунистической улице а ближе к нам два таких низкоэтажных объема вот рядом с такими тремя пластинами это дома которые сейчас стоят на Гончарной улице построены еще на рубеже 40-х и 50-х годов собственно вот в чем заключалась идея создания перекрытия площади таким объемом с круглым пространством просто это акцент на это место пространственное там был снесен как в это время торговый торговый центр старинный вместо него предложение а вот эти три пластины что это за здание высотная доминанта но это чисто формальное решение этого места здесь никакое задание не было предложение по архитектуре которое потом насыщалось насколько я знаю в этот момент как раз были тоже еще большие конечно трудности с самой застройкой том что как раз переход тоже на панельное творчество и зодчество извиняюсь и многие из тех проектов которые вы выполняли в результате были переработаны поскольку пришлось переходить и было ограничение на кирпичное строительство до гришин выступил так что запретил вообще строительство из кирпича в москве и остановились многие объекты в том числе 16-этажный дом на углу зеленого проспекта и новокириевской улице вот сейчас возвращаясь обратно к постройкам здесь не очень качественные фотографии это вот это да здание вот это здание оно было спроектировано все и стройка была остановлена потому что гришин обратил кирпичное строительство и пока это дело пробили все-таки такую возможность нашли прошло довольно много времени там уже ведь жилой дом я уже в это время уволился из нас проекта работал вне Довского в науке тогда началось строительство вот этого дома там уже ведь кроме жилого дома еще с левой стороны кадры это тоже пристроенное помещение на углу двух да здесь магазин цветы и музей сейчас к сожалению из-за очень плотной застройки невозможно пытался найти ракурс как можно было изгнать дом но очень сложно и к счастью сам магазин цветы конечно уже не функционирует там другие торговые помещения и доставочный зал еще сохраняет в начальном объеме собственно как и дом а вот это интересное решение такой наступающей полукруглой части асимметричной тоже пока мы пришло но здесь пятиэтажные дома и на повороте для того чтобы как свежать тупики те пятиэтаж которые там стоят и здесь стоят по новогиревские улице здесь сделана соразмерная им высот высотная часть приклеена для того чтобы повернуть вот этот угол по сути возвращаясь собственно к перову вам и лебедев удалось создать в таком достаточно неприметном районе с очень разноплановая застройка создать яркие на тот момент такие архитектурные акценты и создать новую площадь вокруг станции метро перова созданием райисполкома с большим пространством и вот с такими индивидуальными постройками среди типового париклиника и вот этот объем и вот уже возвращаясь к вашему творчеству собственно 90-х годов я вот хочу отметить вот эту постройку которая связала два абсолютно типовых школьных зданий причем разновременных одно кирпичное построенное в конце 50-х годов типовое а другое крупноплочное вот его можно увидеть с левой стороны что был собственно этот проект это уже проект постсоветский созданный в 90-е годы ну это здание московского государственного педагогического университета который сидел вот в этих двух школах что само по себе какой-то знаковый момент решено было оставить эти две школы здесь и добавить сюда еще несколько зданий которые соединили их в единый комплекс и вот эти дома стояли вот здесь белый дом и красный дом школ а между ними в этом углу там фонтанчик маленький и там тусовка студенческая была и вроде появилась такая идея сделать это место поставить на 4 вот этот дом на 4 здоровых колонны оставив вот это и сделать там бассейн слющейся водой с каскадом какая-то площадка для молодежи а здесь это вот я тоже поступаю совершенно сознательно это отчасти как бы смысловая цитата это Алвара Алта в университете в Юлиске у него зал ученого совета сделан таким же вот периктором и вот значит мысль такая пришла я поставил туда такой же периктор с залом ученого совета под ним там это большое белое поле это большой зал вот этого комплекса а под ним место тусовки для ребят и вход в этот университет вот у вас получилось довольно тоже интересное здание которое связало два абсолютно типовых проекта создав такие интересные разные объемы и тоже ваш уже постройка который относится к нашему периоду который вы делали вместе с архитектором осадовым это спортивный центр олимпик стар на руглевском шоссе он реализованный довольно интересный тем что фактически он продолжает природный ландшафт филевского парка и как вот выходит из земли насколько я понимаю вы его проектировали эксплуатируемый зеленый зеленый кровлей и это была уже ваша совместная работа с осадовым созданным уже в последние два десятилетия тоже какие были сложности при этом проектированном и при его реализации и какая была тоже идея и задумка ведь там получается очень сложный участок на котором нужно было расположить такой неровный до формы кусочек такая получается вырубка леса здесь не вырублено ни одного дерева при том что сюда поставлен вот это клинообразный кусочек поляна в который нужно было вписать вот вписали задача была такая что сделать зеленую кровлю это стало зеленым таким холмом тоже было природной средой под этим внизу авто стоянка по всем этим комплексом заездом отсюда выездом по гвандусу здесь три корта внизу три теннисных корта три теннисных корта на кровле это зал туристы с теннисом это для богатых вот это вход отсюда с каскадом воды такой перед который в центре с перекрытой стеклом по дереву клееном конструкция и дальше туда переход в группу бассейнов раздевалок и все такое прочее насколько она сначала зеленые кровли это не появилось вопреки вашу все было сделано для того чтобы ее надо было просто засыпать соответствующими там слой камня положить земли и так далее песка сделано она была уже только в последнее год денег не дам я не буду там с косой ходить и это дело косить как будто он будет делать он сам и это но тем не менее да кровлю потом все-таки сделали зеленую на этом объекте спустя уже что не удалось что не удалось сделать это наклонное перекрытие и наклонный фасад он здесь облицован естественным камнем хотел чтобы он был держа вот этот наклон и был облицован как бы есть с наклоном а он облицован горизонтально и преодолеть это мне не удалось и образ этого дома он тоже приниженный при всем при том у него масса труб всяких он покрашен как в синий цвет это образ завода по наращиванию мышц такая идея была это уже ваши поздние работы а различные тоже участие в конкурсах о которых мы с вами говорили какие были ваши такие наиболее самые наверное любимые объекты постройки которые собственно вы создали из тех что мы сегодня рассмотрели которые мы сегодня не осветили что наиболее всего вам удалось как вы сами считаете какая ваша самая любимая постройка и проект самая любимая постройка наверное хореография и вот это а почему не знаю почему почему человек любит потому что любит все тоже интересно было бы узнать как вы сейчас уже со стороны вашего да сейчас возраста смотрите на те работы которые вы создавали хотелось вам что-то либо изменить в них или как-то по-другому решить если бы были такие возможности да нет пожалуй нет не было не хочу ничего менять вот как есть так есть так состоял свое время задачи ставились те же самые быть умест в этом месте старался проектировать пространство а не дом старался проектировать и рассматривать эту всю жизнь в этом доме в движении главное у них есть это движение понятно хорошо а теперь мы переходим к нашей заключительной части к вопросам объект который на площади Венча это музей да такой вот вытянутый это дом народных художественных промыслов где дни художественной промышленности музей магазин мастерские по реставрации по ремонту гигантское пространство такое каскадное вот вот видно что пространство а он как бы так плавно перетекает да вот верхняя часть каскад пространства то есть там же нет сверху вот это задумывалось экспозиция такая большая экспозиционная площадка совершенно верно а вот конструктивно вот я пытаюсь понять как это держится вот тут вот такие гигантские балки в этом направлении и они на них это все держится нет нет тут колоннада а колоннада понятно на колоннах тут колоннад понятно все спасибо насколько я понимаю это у вас проект он еще увязывался с самой реконструкцией площади который конечно много-много раз пересматривался в это здание он должен было быть частью уже новой обновленной площади нынешней улицы Сергия Радонежского ну да это было как начало вот этого реконструкции проекты этой площади школьной улицы и так далее то есть вы в начале участвовали в самом начале участвовали в собственно создании нового облика площади там масса вариантов да были разные проекты насколько я знаю начиная от самых радикальных и уже заканчивая собственно проектами которые как-то уже ну школьная улица насколько я понимаю тот проект который был создан уже делался не при вас нет а вот пешеходная зона который так и не стал сохранением исторической застройки и те панельные здания которые в общем-то появились в этой исторической среде все нет в этой работе я тоже принимал участие но не работой здесь многие объекты сделаны у нас замечательный был творческий коллектив в мастерской в Лебедево замечательные совершенно люди работают вот Игорь Константинович Чау здесь Кубацкий здесь это все замечательные люди с которыми вместе работали И когда я работал уже в другом месте в ЦНЕПе Мезенцево меня приглашали сюда участвовать в конкурсах был сделан для Академии художеств здание конкурса рядом с Зачачевским монастырем там где сейчас вот этот большой оперный дом Галины Вишневской заставили на том месте там был конкурс на это место на Академию художеств это было в 81 году то есть та уже площадка была зарезервирована под какой-то комплекс вот там тоже интересно было проектировать это уже был аналог некий у нас дом был спроектирован с большим овальным двором а идея такая что это некий уже уже есть такой двор есть круглый двор питерской академии художеств значит вот присутствуют в моих проектах проекты других архитекторов проекты ранее выполненные кем-то знаковые элементы поэтому эти дома они как литература они входят в контекст какие-нибудь есть еще вопросы вопросов нет мне хотелось вопросов о том что ассамбич нас тоже как-то отсылается кивая в принципе много работали и самое лучшее время не было но я что по поводу экспозиции материала я сожалею что ассамбич выполнял ассамбич массу конкурсов которые которые к сожалению не показ самарканд интересный конкурс ассамбич ассамбич надо посмотреть эти рисунки эти предложения они очень сильно влияли вообще на окружение архитектурное потому что были времена когда надо было осваивать так сказать современный контекст ассамбич получалось замечательно он впитывал мгновенно и давал уже переработанные решения уже свои потому что были времена когда мы увлекались там то японской архитектурой то еще чем-то это все было необходимо и я вам скажу даже был такой случай где молодежная была поездка во Францию и нас встречал архитектор инженер Круве который был председателем жюри комиссии по Плату Балмурпа и как-то с разговором я нарисовал наш проект он говорит да мы не дали этот проект но у нас очень сильно подвел проект который мы дали это Платонова и Игоря Корбута проект а в чем дело он говорит понимаете мы думаем что это проект ВСК и вообще как-то не сомневается он действительно состоялся с двух кругов с двух кругов дыхания но вот вышел конфликт потому что так в общем-то нельзя у вас большая культура в России это уже мне инженеры рассказывали как надо я выслушал и у меня это очень сильно произвело и я вернулся в Россию с таким ощущением что надо свой контекст знать но и в то же время мы учились на этих конкурсах потому что действительно работы были очень струбные и то что Александр Дмитриевич делал из таких небольших задач как аптека там или так объемных количественных что ли все это получалось на его замечательных и мы подряд учились на него как у старшего товарища и это было замечательным временем сейчас все возможно пожалуйста но и тем временем должно быть замечательным тем более действительно тоже соглашусь с вами уникальность тоже Александр Дмитриевич сказал о том что он создавал вот эти небольшие опять же в том же районе Перовная Гиреева но действительно вот изюмники которые наверное украсили этот район до сих пор составляют такие вот яркие образы в то время действительно типового строительства которое велось в этом районе ну вот я старался какую-то идею привносить в каждый проект например был конкурс в свое время на театр я предложил театр в котором действие идет в реальном времени это было сделано такой театр гостиница ты сидел в ложе ты заходил туда там спал ровно столько сколько надо действие шло время естественно премии не получил но работа было интересно когда я делал Акагаму то идея была такая что соединить два острова холмом висящим таким это как мост такой покрытый зеленью и эта идея пришла из-за того что просмотрел колоссальное количество японской всякой графики живописи хокусая я купил книжку перерисовал ее все и там насчет у меня такой объем мост парк из которого с которого вниз опускаются постройки то есть в них можно было спускаться и они отражаются в воде залива как будто стоят под водой ну как бы такие дурацкие мысли смещения конкурсы выигрывались тогда когда хорошо знал место выиграл конкурс на на это самое была когда-то работа в Снепе Мезенцева нас попросили сделать застройку площади Ленина в Самарканде удалось туда поехать в командировку посмотреть мы летали на Самарканде на самолете все нам рассказывали как что чего так что в принципе сделала такую работу а потом конкурс на международный конкурс на реконструкцию Самарканда на которой мы получили первую премию вместе с выходцем и с городом почему получили премию потому что знал я проблемы города хорошо и удалось все это дело изложить и на всех семи встречах жюри мы получили наибольшее количество положительных отзывов то есть все члены людей проголосовали за наш проект так что довольно интересная всегда была работа работа увязанная с жизнью объекта а вот расскажите поскольку у нас не все в зале архитекторы люди которые интересуются архитектурой участие в конкурсах вы упомянули о том что в общем-то результат и сам проект зависел от того насколько архитектор понимал эту среду вы всегда выезжали на все места смотрели их прежде чем заняться проектированием вопрос такой для обывателей для людей которые не связаны с архитектурой чтобы они понимали как это всегда происходило да практически всегда когда удавалось всегда выезжаем на место и смотрел кроме того этому еще способствовало то что была такая комиссия при союзе архитекторов при правлении комиссии комиссия которую отправил Гутнов мы ездили по всему союзу знакомились с работами архитектов и членами нашей комиссии перспективных проблем эта комиссия называлась были руководители союзов всех союзных республик и вот такой компанией мы собирались и мы весь союз объездили и куда мы приезжали там проводили проводился конкурс на какое-то сооружение мы были члены жюри одновременно так что это была чрезвычайно интересная жизнь работа и творческая работа раз вопросов нет то мы завершаем наш сегодняшний третий вечер огромное спасибо давайте поаплодируем Александру аплодируем аплодируем аплодируем